Демид Сидельников в числе юных участников соревнований готовится к старту. Путь к победе тернист, а число соперников обостряет напряженную конкуренцию. Но ни то, ни другое юного спортсмена не останавливает, ведь велосипед это не просто спортивное занятие для Демида, это его будущее. Я начинал на обычном без ароматизатор, без всего, на обычном стелс-навигаторе 530. Ну, пытался на мясе, были тоже соревнования, в августе будут. Вот, прыгал просто так. Вот в июне этого года купил вот такой вот велик. Считаю, уже много в нем поменял. Вот. И сейчас вот стараюсь добиваться больших результатов. Хочу связать свою жизнь с велоспортом. Тех ребят, кого трасса не испугала, уже можно назвать победителями. Они преодолели свой страх и готовы посоревноваться друг с другом в скорости. Велосипедный спорт не только организует свободное время ребят, а о чем мечтает даже юный спортсмен, знает каждый. Любой спортсмен, выступая на соревнованиях, его мечта, можно сказать, стать победителем. А если он оказывается в числе последних, у него появляется стимул поднять свой уровень, мастерства на более высокий уровень. Или хотя бы финишировать после первого года, допустим, участия в соревнованиях, где-то в середине, а уже на следующий год, быть в числе ведущих спортсменов. Ну и я думаю, что вот эти вот соревнования стимулируют ребят и стать настоящими спортсменами. Ребят пришли поддержать тех, кто уже достиг значимых результатов в велоспорте. Петр, победитель чемпионата России, этапов Кубка России, сегодня зритель и болельщик. Он подчеркнул то, что ребята достойно выступают на соревнованиях и уверен, что у муромского велоспорта будущее есть. Я думаю, что мы заберем себе традиции лидерства, потому что муромская школа была одна из лучших. И всегда была в четверке, даже в лидерах, на Россию, на Кубках России, чемпионатах России. И в шоссе, и в МТБ. И вот мы хотим все вернуть и возродить все это. Если будет еще помогать мэр города, мы будем только рады. Победители соревнований, выступающие за свой коз, были названы в двух возрастных группах. До 14 лет и старше. Лучшее время и старовку проявили Оксана Белякова, Вика Бугрова, Никанора Рябых, Алексей Шишкин. Регина Рукавишникова, Николай Молоденов. Новости 24.